Срочные новости из космоса. Недавно была замечена звезда, которой я столкнулась с черной дырой. Это самое удивительное открытие за всю историю, потому что не было зарегистрировано больше подобных случаев. Эта звезда была обычным красным гигантом. Когда она встретилась с черной дырой, рой черная дыра притянула ее своей сильнейшей гравитацией и она стала похожа на спагетти. У этого феномена даже название соответствующее. Спагеттификация. Кто-нибудь хочет сообщить? Ладно, это не смешно. Ладно, сейчас не об этом. Это не про нашу тему. Так что же произошло? Когда звезда столкнулась с черной дырой, она выпустила невероятное количество радиации. Первую же черная дыра съела звездную корону. Это слой температуры около двух миллионов градусов. И потом звезда вспыхнула и стала белым карликом. Но его вращение не круглое. Из-за гравитации его вращение не выглядит как узор эспирографа и совершает полный круг вокруг черной дыры всего до два дня. А потом, ну сперва она начала вращаться быстрее и быстрее. А теперь начала замедляться, ее орбита становится все более круглой и звезда продолжает терять свой вес и расти в размерах. Через триллион лет она, вероятно, превратится планету размером примерно с Юпитер. Наверное, черная дыра ее сможет поглотить. И эта, простите, расположена в далекой галактике. Есть явление, которое произойдет еще ближе. Это взрыв езды WR-104. Настареет и вращается вокруг черной дыры очень быстро. Она находится в нескольких тысячах цветовых годах в системе WR-104. Она вращается невероятно быстро с гиперзвуковой скоростью. Ее очень быстро вращается и становится все больше и краснее. Из-за того, что звезда уже довольно стара, она скоро взорвется и превратится в нейтронную звезду. А потом нейтронная звезда исчезнет и возникнет система с двумя черными дырами. Чуть позже они, вероятно, всего столкнутся и создадут огромную черную дыру, которая, наверное, может добраться до Солнечной системы. Но есть еще более интересные новости. Столкновение Млечного пути галактики Андромеды. Через 4,5 миллиарда лет галактика Млечный путь и галактика Андромеды сольются. Звезды испарятся, Солнечная система будет разрушена. И вскоре два гиганта сольются в одну галактику. Пока ученые думают о ее названии. Самая популярная теория ее названия, это название Млечомеда, что переводится как Млечный путь и Андромеда. Есть еще одно интересное открытие. Несколько тысяч лет назад красный карлик Звезда Шольца прошел недалеко от Солнечной системы. И он коснулся облака Орта, границы Солнечной системы. И, вероятно, из-за этого произошла гибель динозавров. Если бы Звезда Шольца прошла через Солнечную систему, то она бы слилась с Солнцем в заготовку. И после этого две звезды обе взорвались. И ничего вы не оставили от нашей Солнечной системы. Скоро мы повстречаем и такой же принцип. Блуждающая звезда Глиза 710 приблизится к Оваку Орту даже ближе, чем звезда Шольца. И скорее всего разрушит этот пузырь. И ледяные кометы, и астероиды полетят в сторону Солнечной системы. Газовые гиганты, как, например, Юпитер, попытаются нас защитить, но безрезультатно. Гравитация Солнца притянет это кольцо, и вскоре планеты гигантов разрушат. Маленькие, наверное, рассыпятся. А когда огромные куски врежутся в Солнце, то тогда там не только случится в Солнце трясение, есть куски, которые еще большие. Могут они быть такими огромными, что просто врежутся в Солнце и взорвет его. О, что очень печально. Кстати, Глиза 710, это красный карлик. Гоя потрясающая открытая, всем вам известная, это Столкновение Земли и Теи. Но это было уже в другом видео, поэтому просто пропустим это. Столкновение Нептуна и Плутона. Но это неправдиво. У Плутона невероятно странная орбита, которая иногда пересекается с орбитой Нептун и заставляет эту планету находиться в близком расстоянии от газового гиганта. Если они столкнутся, то обе планеты начнут нагреваться. Плутон, скорее всего, просто взорвется. А потом Нептун просто поглотит карликовую планету. И последнее у нас это Столкновение... Сейчас дайте подумать. Мы это будем размышлять теоретически. Ну, всем известное вам двойное солнце. Но это было в прошлом ролике, тогда мы это тоже пропустим. Ну, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И поделитесь этим видео.